Любой запрет можно обойти. Российские соцсети уже отправили своим пользователям конкретную инструкцию, как это можно сделать. Но айтишники уверяют, достаточно скачать одну программку на телефон или компьютер и вам больше не страшны никакие запреты. Если вы пытаетесь получить доступ с мобильного телефона, просто открываете App Store или Google Play, ищите VPN, они бывают бесплатные, бывают платные, и подключаетесь из любой страны, где данный сайт не заблокирован и у вас есть доступ. Конечно, такие обходные программы также могут попасть под запрет, однако осуществить это куда труднее, да и стоит недешево. А на системы, анализирующие трафик на более глубоком уровне и которой нельзя так просто обойти, необходимы тысячи долларов. Так что волноваться, скорее всего, не стоит. С технической точки зрения реализовать запрет на том уровне, на котором уже начали реализовывать его, насколько я знаю, некоторые, например, операторы мобильной связи, это не сложно и не затратно абсолютно. Другой вопрос в том, что и обойти это не сложно. Я не думаю, что кто-то поставит перед собой цель пытаться этот запрет вывести на уровень абсолютного, поэтому это не будет затратным и это не будет занимать долгий период времени. Естественно, пока одни будут обходить запрет с помощью различных программ, другие начнут пользоваться аналогичными сервисами. Благо, в интернете таких много. Но с другой стороны, может, эти запреты простимулируют наших программистов на создание собственных платформ. Конкретно касательно социальных сетей, я думаю, нет. Для этого нужна действительно какая-то новая фишка. Возможно, мы придумаем что-то новое, если слышали, есть социальная сеть для животных, а она украинская. Но вот касательно сервисов, там, возможно, например, я уверен, что аналог 1С будет создан достаточно быстро. В любом случае, сильно беспокоиться по этому поводу не стоит. Вариантов решения проблемы хватает. А может, это повод подрастающему поколению поменьше сидеть в социальных сетях и побольше общаться вживую. Слишком уж много времени у нас отнимает интернет.